Люберчанин Максим Лаврентьев создал самый большой портрет в мире в стиле поантилизм. Это особый метод в живописи, так называемое рисование точками. Житель городского округа изобразил из нескольких миллионов чернильных точек президента России Владимира Путина. Наша съемочная группа побывала в творческой мастерской Максима и подготовила сюжет о его уникальном таланте. На первый взгляд эти портреты кажутся большими черно-белыми фотографиями. Но если присмотреться, это огромное количество чернильных точек разных диаметров и оттенков, которые создают единое изображение. Из миллионов мелких частиц Максим Лаврентьев создает настоящие произведения искусства. Сейчас художник-график делает репродукцию знаменитой фрески «Сотворение Адама». Наблюдая за его скрупулезной работой, невольно хочется затаить дыхание. В технике поантилизм Максим создал около 60 картин. Его работы покупают за границей, а на выставках-конкурсах в Москве они занимают первые места. А последнее творение художника – огромный портрет Владимира Путина размером 160 на 90 – сделало его рекордсменом России и мира. Я подумал, что нужно делать что-то очень-очень большое. Что? Вот что? Можно же что угодно сделать. Ну, природу я не рисую. Значит, остается что? Портрет. Чей портрет? Если он будет большим, если он будет вот таким вот огромным, возможно, его зарегистрируют как рекорд. Ну, что там будет неизвестный человек? Нет. Если это рекорд России, целой страны, значит, ну, что нас объединяет? Территория, язык, религия – это все почти не нарисовать. То есть это сложно. И тогда вот я подумал, только вот тот один человек, наш президент, который уже давно, наверное, не… Он уже не совсем президент. Это олицетворение России. России, судьбы нашей страны. Воплощению своей идеи в жизнь Максим Лаврентьев приступил в ноябре прошлого года. В общей сложности потратил 350 часов времени и 20 миллилитров чернил. И хоть рекорды уже официально зарегистрированы, художник продолжает работать над портретом Путина. Сейчас я доделываю фон. Он недостаточно темный. Он должен быть намного темнее. И приходится ставить одну точку к точке, к точке, к точке. Это постепенно все наберет необходимый тон. Но на это уйдет еще много десятков часов. Что прячет в левой руке президент, никто не знает. Поэтому Максим назвал портрет «Секрет Путина». Художник признается, что в глубине души хотел бы, чтобы эту работу лично увидел глава государства. Понравиться, конечно, должно. Что он скажет, это загадка. Это большая загадка.